Циркуфлекс Пирожета, с вами Старпёр, я продолжаю проходить третьего Ведьмака и мы сейчас будем делать квест Королевский Гамбит, который начнется с очень приятного, с получения награды. Ой, а почему закрыто? Да нет, не я убийца, это Шетон Крайт убил великана. Честно. Мастер Геральт, стражник увидел вас в башне, меня послали открыть вам ворота. А почему они были закрыты? Это знаменитое гостеприимство жителей Скеллига? Такова традиция, после пиршества ярлы выберут короля, а значит двери должны оставаться закрытыми. В крепости могут быть только сыны и дочери Скеллига. Крах сделал для меня исключение? Все знают, что ты сделал для Керрис и Хьялмара. Сегодня ты один из нас. Прошу за мной. Крах ждет. Ну пойдем. Ну пойдем. Как ты настроение? Спокойное. Слишком спокойное. Это как? Знаешь, есть у нас такая поговорка. На добром перу кровь и мед льются одинаковым. На большой земле это, наверное, считается варварством. По мне лучше так, чем скучные банкеты и дворцовые интриги. О, там уже танцы на столе. У меня столько же прав, сколько у тебя. Ты должна меня поддерживать, а не отбирать у меня союзников. Если кто из анкрайтов и наденет корону, то... То это ты, потому что у тебя борода на рожи растет. Вот как у тебя вырастет, может тогда ярлы и тебя послушают. Хочешь получить? Помнишь, последний раз я тебя победила на кулаках. Да, а может идем сразимся с Вильдкарлами? Интересно, у кого лучше получится? У тебя или у Хьялмара, у Смирителя Великанов? Хватит выделываться! Керрис! Эй! Пес, я кровь! Нехорошо все вышло. Я знаю. Ты же сам видел. Она ведь такая... такая... Упрямая. Упорная, самовлюбленная. Не хочет никого слушать. Точно! Прям как он. Ты прав, Арнвальд. В этом мы с Керрис похожи. Я не вижу крах. Он с ярлами? Нет, ушел в свои покои. Наверное, готовить тебе обещанную награду. Послушай, ведьмак, а ты не хочешь сразиться на кулаках с Вильдкарлами? Размять кости с дороги. Хочу. Ээээ... Блээээ... Я вообще-то хотел... Ладно, пойдемте. Награда. приветствую бир на пир тебе не по вкусу это не пир а ярмарка тут торгуют голосами словно овечьими шкурами сванриги не собирается бороться за поддержку сын брана не будет торговаться за корону которой ему принадлежит из того что я слышал короля должно определить голосование такова традиция но не всякая традиция хороша забота об островах должен взять на себя один рот узурпация власти это называется как и понимаю ты имеешь ввиду определенный рот бран был лучшим королем которого видели острова скеллиги за много веков сванриги его кровь от крови а значит ему должен перейти трон не я не согласен что плохого выборах короля походи послушай и поймешь кандидаты уже раздают земли обещают привилегии титулы судебные решения как уличные девки что задирают платье перед каждым прохожим король по выбору не властитель а должник пора с этим покончить и для начала посадить на трон первородного сына брана надеюсь ярлы поймут мудрость этого предложения ты покидаешь кайр тролль да завтра чуть свет приятных развлечений мастер ведьмак можно даже нужно заходи я ждал тебя как тебе пир получше чем эти ваши баллы на большой земле выпивки так точно больше а как же чего я только не выкатил из погребов полуторалетние меды центрийская сливовица махакамский спирт который обжигает глотку как кипяток анкрай ты знает что такое гостеприимство о чем ты говорил сбивный о политике и и больше ничего не интересует она хотела чтобы я ради памяти брана запретил своим детям думать о короне и поддержал сванриги полагают и на это не согласился мало того я выгнал ее за дверь ты не разрываешься между хьялмаром и терис смысле если у меня фаворит не они разные как огонь и вода но в обоих течет кровь анкрайтов думаешь совет ярлов посадит на трон женщину спроси ты меня об этом пару месяцев назад я бы засмеялся но теперь я вижу и не я один что у керис есть кое-что что на островах встречается также редко как жаркое лето терпение одни сперва делают потом думают она другая а думает взвесит за и против но как начнет действовать то нет такой силы чтобы ее удержала так между нами хьялмар не слишком порывист для короля зависит от того о каком короле ты говоришь если про того что засылает послов двигает флажки по картам и долго рассчитывает выгоду туда он слишком порывист но скеллиги хочет иного властителя такого что утопит нильфгард в крови который скорее прыгнет в огонь чем сдастся а в этом весь хьялмар если вы продолжите набеги и мгр окончательно разъяриться вы можете об этом пожалеть мы на скеллиги не знаем что такое мир любой ценой ладно и давай к делу обещал мне награду за помощь твоим детям и сдержу обещание прошу это безделушка в моем роду много поколений и за то что ты помог сохранить продолжение рода я отдаю ее тебе очередной меч на разборку прекрасная работа спасибо чего началось то должно быть я устроил какую-то свару это не хьялмар пойдем ну а медведу откуда он здесь взялся у много медведов откуда они здесь взялись более такие дрыщи делать такие дрыщевых медведей то нашли какие-то немощи беспонтовые еще есть вот давай ну что теперь да что это все значит черт возьми дайте тряпку нужно остановить крот быстрее отец 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 возьми плащ держи сын и выберешься как меня акула однажды хальберн он умер крах откуда взялись эти медведи а отвечай как ты говоришь с моим отцом убери меч щенок не то крах тоже лишится сына ты оскорбил меня лугас а теперь угрожаешь моему сыну я тебе этого так не оставлю ну так иди давай я забью тебя как бешеного пса тихо тихо довольно уже пролито крови кто-то привел сюда медведей чтобы они убивали наших сынов и братьев мы не сможем вернуть их жизни это берли мы должны за них отомстить этот груз ложится на хозяина и его детей это берли ведь я прав найдите виновных анкрайды найдите и убейте иначе ваш рот будет проклят до сотого к я смотрю ты оправился уже страдалец блядь кто-нибудь видел откуда эти медведи взялись это неважно я уже знаю где искать виновных погоди ты с ума сошел и хочешь зарубить кого-то прежде чем мы узнаем что случилось на самом деле узнавай себе что хочешь а я пока с мою позор с нашего рода эй ярда тебя уже не слышит перестань играть в героя и подумай речь идет о нашей чести ты меня вообще слушаешь кто впустил сюда этих медведей ответ на вопрос кто за этим стоит находится в этой зале вижу что вы сами справитесь нормально можно так умыть руки ладно кирис права на данный момент нужно расследование провести они были хвататься за меч ты права кирис я помогу тебе спасибо до встречи я вернусь головами предателей дурачок блять я останусь здесь кто-то должен всем этим заняться позвать знахарей выдать тела родичам волк спасибо тебе ты видел когда-нибудь что-то похожее нет и надеюсь что не увижу откуда взялись эти медведи люди смеялись ели пили и вдруг началась резня все стены в крови портал кто погиб друга до драйк бонгу луга с синий хальберн отрик долго перечислять теперь выживших кандидатов на корону можно пересчитать по пальцам ты я ума с вами и что ты хочешь этим сказать пока ничего что происходило сразу перед резней молодой луга с поспорил что выпить бочку пива залпу влез на стол схватил бочонок пшеничного из центры и начал хлобыстать кодык ходил у него туда-сюда как поплавок он надулся покраснел но пил люди стучали кружками и кричали луга с луга с и тогда с другой стороны залы пошло такое рычание что мы обернулись как по команде кормчево а они уже там те что были ближе всех не успели даже выхватить мечи их разорвали на кусочки мы отомстим за них я обещаю хватит разговоров надо осмотреться дай знать если что-то найдешь я поговорю с остальными может кто заметил больше чем я ну давай так вот сюда вот камера указывала переломы трудно сказать от чего номер так медведа осмотрим ну ладно что у нас тут старый шрам со следами швов что-то подмехом татуировка в виде медвежьей лапы голова медведя на язык короткий как у человека оборотни из пасти несет медом и чем-то еще чем-то землистым медведи любят мед но только свежий странно получеловек полумедведь существо вроде лекантропа но сейчас не полнолуние значит обращение вызвано не луной может он съел что-то или выпил мед с каким-то землистым запахом нужно проверить рога и кружки по ходу кто-то узнал что частично эти вот бухающие чуваки это лекантропы и подмешал им того что может их спровоцировать на превращение пусты ну похоже на ту у каждого стола стояла чаша в этой был мед только мед ну значит где-то еще что-то будет дрога дар скальт свое уже спел так у этого медведа что-нибудь необычное будет или нет походу нет его даже осмотреть нельзя попробовать молодой лугас медведи застали образ плохо он ничего не успел сделать вот рек лера такой молодой парень аккуратно все осматриваем о этот землистый запах какие-то грибы чаши пусты но запах остался он есть где-то еще в этой зале неудивительно что хальберный степ кровью всех осмотрим сейчас тело так изуродованы что трудно сказать кто это может стендлин ладно лицо шву не повреждена вообще что драматизировать то так ну все осталось осталось запахами разобраться подожди к нам ну а чё почему бы и нет ну его здесь нет подожди а что 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 куда а во есть мёд какие-то грибы и человеческая кровь кирис один стражник видел что случилось это были не медведи а какие-то люди которые обратились в медведей ага берсерки берсерки так скальды зовут воинов которые в полубое могут превратиться в зверя это сказка легенда но все совпадает правда вот только здесь был пир а не поле боя я кажется знаю что вызвало превращение мед который они пили понюхай в мед добавили кровь и что-то еще кажется какие-то грибы но я их не узнаю думаю нам поможет херд он в растениях лучше всех разбирается ну давай спросим где он а ну где-то здесь а во выход все нормально нормально когда может меня еще и приведет она меня приведет ну прекрасно нечего подобного не в фрея мать наша сделай так чтобы море поглотило предателей фрея госпожа наша я не помешаю тебе в молитвах ты уже помешал в чем дело в одну бочку с медом добавили крови и чего-то еще каких-то трав или грибов керес говорила дай рок я знаю этот запах мар дрем керес не ошиблась ты разбираешься в травах да особенно в тех которые влияют на разум успокаивают вызывают сон без сновидений удалерик страдал долгие годы я пробовал помочь ему разными способами сперва молитвы потом маковым молоком но теперь то оно ему не нужно все не так просто но он понемногу отвыкнет а эти грибы как-то связаны с берсерками да но только в сказках которыми убаюкивают детей в холодную зимнюю ночь воины которые ели мар дрем должны были в приступе боевой ярости превращаться в зверей но как я сказал это но только легенды знаю легче поверить в них чем в то что медведи появились из ниоткуда мар дрем не встречал этого названия на большой земле их называют иначе веселушки кажется да крестьяне едят их чтобы притупить боль удалерик тоже их пробовал но только пару раз потому что в больших количествах эти грибы вызывают видение кошмары ну да это последнее чего удалей не хватало спасибо за помощь кровь и мар дрем вкус человеческого тела и гриб который вызывает видение это могло вызвать приступ гнева а возможно и превращение может быть но я не верю что мёд отравили здесь в зале при стольких свидетелях ты прав я помогала готовить пир я бы заметила возможно это случилось прежде чем напитки принесли в зал еще в погребах пойдем может мы найдем какие-нибудь следы в виде меня ну кирис о подвал на второй этаж так если мы быстро не найдем виновного воины возьмут дело в свои руки замок уже гудит как улей да разберемся мы не открыто нападут на крах или друг на друга в лучших традициях скельги давно у нас не было настоящей гражданской войны я знала что что-то случится было слишком спокойно забавно арнвальд тоже так сказал на добром перу и мед и кровь должны литься струей его пожелание исполнилось о отлично очень надеюсь что хьялмар сейчас тоже делает что-то полезное они просто ищет драки спокойно он вспыльчив на неглуб пустили меня подвал ага спасибо от души прям о яда мы храним на той стороне погреба внизу идем я покажу ну чё здесь не так много ну и вонь это вот махакамский спирт кто-то испортил несколько бочек я рядом какое облегчение кровь и грибы интересно можно ли узнать откуда родом эта бочка выглядит она так же как остальные что за кто-то пытается от нас избавиться прикольно я думал можно будет потушить огонь ардом но это логично было бы сбить огонь просто и все иди за керриц через тоннель такая она ну ладно кто-то очень хотел завершить наше расследование побыстрее ого этот проход тайнер мы играли здесь помню однажды старые времена даже сказала бы уже чё да не только добраться до этого пиромана дай подумаю они должны были войти там же где и мы может там остались следы возможно когда дверь захлопнулась и рванул огонь ты слышала как взорвалась бутылка нет но у меня не такие тонкие чувства как у ведьмака ты наверное слышишь как у меня волосы растут я стараюсь не прислушиваться но вход и правда стоит осмотреть ну пойдем блин столько здесь всего то есть ну понятно что основу тут бухло и бухло и еда да изредка еда чаще все же бухло хотя он рунок вен было интересно откуда она здесь взялась и зачем ну и что а вот а вот ну а кто то вляпался в разлитый мед будем идти по запаху значит а не по следам ну ладно след обрывается поищу другие следы поблизости ну давай посмотрим наверно почувствовал как одежда провалась но слишком спешил что это обрывок ткани нет не может быть о чем арнвальд только он такое носит ты уверена я видела его в главной зале со слугами пойдем а зачем это арнвальду интересно бери коня мы догоним его давай интересно за кем поехал старшим что он послушает у меня сзади почему-то были шансов вражеские чуваки давай плотва все таки про через то вообще где то я конечно не быстро еду с этими всеми выстрелами манула через прям совсем не торопился быстрый да я пробую отстаньте своими советами беспонтовыми говори почему ты их предал или я закончу то что начал анкрай ты не должны сидеть на троне скеллиги я знаю вас лучше остальных порывистые безответственные скеллиги нужна стабильность сильный король а не такое которого выберет толпа пьяных ярлов интересно никогда не слышал от тебя таких речей но я знаю кто об этом только и говорит это бирна бран да не умеешь ты врать армальд ей то это зачем как зачем она все это устроила чтобы избавиться от других кандидатов и очернить наш род если бы у нее получилось сван реги остался бы единственным претендентом на трон скеллиги у тебя есть доказательства твоего слова против слова бирны может не хватить армальд помоги нам и я попрошу отца чтобы он даровал тебе почетную смерть у меня есть ее письма она писала как отравить мед но там ни подписи ни печати думаешь этого будет достаточно? надеюсь ладно надо поторопиться пора созвать ярлов я созвал совет ярлов по твоему требованию керис ты утверждаешь будто знаешь кто стоит за резнею в каэртрольде так говори кто пролил реки крови сыновей и дочерей скеллиги бирна бран это девка сошла с ума ты думаешь тебе кто-нибудь поверит? это ты приказала подать отравленный мед берсеркам что? не я распоряжаюсь слугами в каэртрольде пир устроил твой отец он приглашал гостей это верно а есть доказательства в подтверждение твоих слов? лучше у меня есть свидетель арнвальд она говорит правду это бирна велела отрыть а когда керис и ведьмак зашли в подвал ты предал нас род который тебя кормил люди это же слуга анкрайтов он будет говорить что ему прикажут даже если ему придется заплатить за это головой верно говоришь арнвальд служил в каэртрольде сколько я себя помню как верный пес я могу подтвердить слова керис ты? еще один крайтов прислужник могу представить как керис склонила тебя на свою сторону а может крах просто заплатил чтобы ты меня чернил что ты сказала? тихо! после того что я видел на спикероге я верю ведьмаку больше чем тебе это твое право но это не доказывает моей вины есть еще одно доказательство вот письмо в котором бирна дала арнвальду указания как отравить мед это не так каждый мог его написать здесь нет подписи но пергамент пропах твоими духами знаешь у них ужасно сильный запах до сих пор чувствуется это все твои доказательства девочка это должно убедить всех что я изменница не смеши меня да в смысле остается одно какое одно Кольгер, Лугас пора покинуть этот проглятый замок нужно решить какое наказание ждет Ротанкрайтов вы совершаете большую ошибку молчи бродяга я что-то поторопился мама ты сказала мне уйти перед пиром зачем сынок не сейчас зачем ты это сделала откуда ты знала откуда молчишь вы не поверили керис вы не поверили ведьмаку но сыну который обвиняет родную мать вы должны поверить это резня дело ее рук она опозорила себя меня весь клан сванриги я сделала это для тебя только для тебя значит ты признаешь свою вину как старший из ярлов я возвращаю доброе имя роду анкрайтов а тебя мирно приговариваю к смерти ты будешь прикована к скале умрешь от голода и жажды твои останки расклеют чайки прыгнет или не спрыгнет походу нет я знал что бирна стремилась к власти но чтобы пойти на такое что теперь будет со сванриги он утратил дом имя честь его ждет изгнание или смерть не по его вине ну да хватит об этом еще раз спасибо гир еще раз не за что оставь уже скромность в конце концов ты на земле героев и пусть этот подарок тебя об этом напоминает а теперь я еду под гидденейт на совет ярлов пора назвать короля как думаешь на кого пойдет выбор а едешь со мной сам все увидишь на нашем совете может присутствовать каждый не откажусь тем более у меня есть свой фаворит я так и думал ну пойдем погнали мы вовремя наверно уже начали недавно мы вернули морю брана но сегодня отризна кончается сегодня по воле богов и кланов ступит на трон новая королева воздадим ей честь чет мужики не рады ну ладно ладно началась движуха какая хотя не особо я знаю не все хотели видеть меня в короне я благодарю всех кто был за меня остальных убить здесь под священным дубом клянусь что буду доброй королевой для всех я надеюсь на скеллиги воцарятся мир и достаток и вы поможете мне исполнить эту мечту перис 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 никто не кричит из тех кто в кадре а лугас очень недоволен дворец королей достижения что ж ладно поздравляю ты будешь хорошей королевой благодарю меня бы здесь не было если бы не ты вот и помни об этом ну и какие планы у новой королевы скелли слушать учиться еще раз слушать а там посмотрим хороший план надо объединить план я бы постаралась избежать войны но если на нас действительно готовится напасть нильфгард придется дать ему отбор общими силами сговориться с людьми из друманда будет непросто я видел лугаса на коронации он был взбешен и это еще мягко сказано наши роды всегда были в ссоре но я попытаюсь с ним поговорить я что-нибудь придумал держу за тебя кулаки будь здорова так здесь все но есть еще вот этот чувак привет не он а с кем тогда о друид ну звал меня ага счастье мать природы не обделила меня голосом не то что других видишь ли один из нас эгель вдруг они меру и заклятия не помогают эликсиры говорят голос могут вернуть сильные чувства переживания что я подумал может быть ты я конечно заплачу дам тебе отличнейшую карту для гвинта очень нет спасибо оставь карту себе а что вот здесь что это вообще такое ничего нет ты здесь живешь в пещере под местом сбора этих шумных островитян надеюсь себе здесь нравится так так карта мира значит куда надо да вопросики почистить может быть а давайте почему бы и нет несколько вопросов зачищу и надо бы наверное сделать заказик какой нибудь ведьмачьи выполнить тоже было бы не дурственно и надо будет потихонечку возвращаться уже на основную сюжетную линию сходить за умой и все такое так элементарь земли 27 левеля да ставим к вен поехали опять нереально долгий скучный бой о блин а чё больно атака хорошая ну правда задолбёшь хорошая вот эти вот все штуки выбирают и брось ну ради этого сундука я его убью конечно а не нормально в этот раз в прошлый раз вы помните какой ужас был просто охренительно так мутаген глаз квен пятая эссенция ну что тут так 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 всякое говно у меня персонажи у меня одно очище есть продолжаем вкидываться сюда вихрь так где там у нас следующий вопросик а следующий вопросик далеко ну ладно ладно давайте я на лошади доеду на лошадке сделаю тот вопросик и пожалуй не буду зачищать те которые там видны в этом квадрате не знаю не хочется тихо тихо а как мне спуститься то подожди аккуратно так так не 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 все хватит ехать аккуратно аккуратно ну блин блин только вот гарпии главное чтобы не прицепили чтоб я мог спокойно там посмотреть что дальше будет но они прицепились конечно же ну ну отстаньте отстаньте шмакать не поймать циклом ну а зато гарпии отцепились все я не хочу драться ну почему невозможно то айло что рядом враги ладно придется драться так возможно было не лучше идея за блять ну блин ладно игра мне словно намекает на то что бой с циклопом 30 уровня возможно реально так себе идейка ну сейчас у меня провибрировал геймпад и я не понимаю почему а еще не очень понимаю как мне отсюда выбраться ну что надо плыть в порт теперь с самоходом что ладно увидимся сейчас скажу где увидимся вот здесь ой так подождите мне нужно получить награду прекрасно я получу награду кстати мне туда подожди не не я явно не доплыву это вот сюда короче получить награду надо давайте как то я бляха как выбраться здесь везде такой скорую короче увидимся на получении награды да привет орлеев ну так что поможете нам ну в смысле я же все сделал убил я ваше чудище а теперь рассказывайте кашка была подлечить вас не надо нет все в порядке а и правда человек вы привычный непростое ремесло это ваше ведьмачество а вот и награда пожалуйте это вам спасибо будь здоров так хорошо 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 сколько там я уже не помню сколько мы с ним наторговали 12 опыта боюсь что там и по кронам будет грустно 390 вовсе даже не грустно по факту ну давайте еще какой-нибудь один глянем оксенфурские кровопийцы ну это вы играете подождите нам скеллиги надо пропавший жених полетели кстати говоря пока не забыл на нас глянуть что мне там дали серебряный меч судьба урон плюс 6 и гни аксии полетели слушайте это же прям блин тут дополнительный опыт за смертельный удар по чудовищу ну это же прям вот то что надо и урона незначительно больше я подумаю короче может быть я поставлю это так цирюльник нет это мне все не надо подождите зачем я сюда пришел мне дальше ну где то видно ты не мисс что тебя занесло на спикеров кажется у вас здесь есть какая-то работа для ведьмака ну да сестра мне всю плешь проел вот я для вящего спокойствия и вывесил объявление по правде сказать я и не рассчитывал что кто-то заинтересуется чем дело да вот жених у сестры пропал люди болтают что он просто сбежал из деревни а она вроде как видела что его чудище утащило мне кажется ты не веришь в эту историю с чудищем и всякое между ними было нильс бегал за юбками и сбрить сладить непросто но все таки семья это святое ты займешься этим делом думаю найти этого нильса будет непросто так что награда слишком мало если ты приведешь его домой то я денег не пожалею я бы хотел услышать точную сумму сперва я хочу услышать что стало с нильс в точности 249 дефолт 340 да за такие деньги можно целую деревню нанять о смотрите-ка я эту фразу уже слышал озвученную этим же голосом а сука хватит бери уже заказ или проваливай 320 сойдет посмотрю что можно сделать для начала я хочу поговорить с твоей сестрой у нильса и брит было любимое место пускал к северу от деревни с тех пор как он пропал она все время там сидит спасибо я пойду к ней погнали сидит работать бы шла ну реально мир который ой мир ну реально ум который находится в праздности вернемся к занимается а так бы отвлеклась все дела впрочем хер с ним где она ну ёперный театр геральт ну ёперный театр геральт я должен с тобой поговорить оставь меня у нее кровь на платье слева как пропал нильс видела тень огромные крылья будто туча прошла по небу а потом я услышала крик он схватил его и унесло в сторону пещер на побережье но он был жив кричал мое имя я попробую его найти надо осмотреть пещеры которых говорила бред очень очень невезучая девушка очень я вот конкретно этой девушки или ее сестре близняшки или десятерняшки не знаю уже столько раз помог а у нее все время что-то происходит стойте 400 метров без лошади неба красота вышла из моря говорят согласны с ним что плотва красивая пишите в комменты прямо сейчас незамедлительно пишите пошла а я поеду увидимся на месте у меня такое ощущение что я здесь уже был или они очень похожи эти пещеры ааа как же здесь упоминяют подальё а поедай надо было помедитировать сделать себе зелья арафара ну ладно надеюсь мне хватит того что есть внизу воздух следы сирены очень большой она большая сирена понятно понятно будет ли у нее все большая вот в чем вопрос если вы не обратили внимание то сирены гоняют топлив мне вот стало любопытно в общем скоро увидим не будем забегать вперед так а чё это не иллюзина безумная и грозная владычица глубина видно когда то есть здесь воздавали почести ну это когда старая значит будет войну не и значит назад пошел да блин ладно ну ну герой может быть меч починить обойдусь обойдусь херст она здесь будет где-то да что никого прямо даже на вот так вот значит все 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 хорош хорошо наверх сейчас только посмотрим сначала может каких-нибудь ништяков получится отыскать здесь вот там справа какие-то или это просто бочки это просто бочки что вообще совсем больше ничего обидно я-то думал какого-то бочка какого-то лута мне попадет подгонят но вероятно он будет после не львзины мельвзины мивины вы поняли так гнезда какие-то смотреть пещерность петербургия так блин ну вот след и что с по нему шел сюда или нет или нет что странная краска чешуи это необычная сирена даже со мной чешуя что и на алтаре мельвзины возникли просто так наверняка эта ехидна войдет очень давно когда-то она впала в спячку а теперь проснулась и проголодалась вот теперь мне можно выйти наружу и там-то мы с ней очевидно и подеремся ну где-то там выползай это наверное не есть какая-то тварь уронила его с большой высоты а значит брит не обманывала так приземляться вы мне приземляемся может он не хочет приземляться над водой давай отойдем я просто из арбалета сейчас расхуялю и тихо при снял почти не на такой боя рассчитывался честно максимально странно весело так весело она даже не атакует в чем прикол в чем дело нет не старая похоже на керамец грудь ну да норм так это что это ее мозг и все остальное в трех метрах трофей эхидны все можно вертаться в зад сейчас глянем как это нам сделать оперативненько а не как хотя в очередь строжевую башню можно но проблемка в том что для того чтобы попасть в строжевую башню нужно попасть на другую сторону этих гор либо пойти через пещеру а я не хочу возвращаться в пещеру с другой стороны с высокой прям очень 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 высокой вероятностью это было бы значительно быстрее чем то что я собираюсь сделать сейчас гарантирует быстрее и стопудово это бы сработало а вот здесь такой уверенности нет хотя ну пока что фу 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 есть за что уцепиться геральту будем надеяться что это так нет 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 вот будем надеяться что таки будут дальше продолжаться да да пуф прекрасненько за одной бандитов подлутаем пацаны здорово я я бля бля ну ладно тебя убью так ну и тебя так херю у тебя здоровье не осталось совсем ну вот эти колотушки прям охуеть урона наносит а вот тихо 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 и блядь ух а лезь забить а не очень нечестно поступать у меня деревянный щит защищает а ты гни на хорошего понемножку что ты такое бля бля во первых эту гору можно было очень просто обойти во вторых у меня на загрузке только что написали что картины мечи можно повесить дома так что здесь можно построить дом будет все что ну что ж как угодно а когда как это сделать а скоро я смогу стать владельцем недвижимости и что для этого надо делать тоже немаловажный вопрос я тебя помню тут у меня в прошлый раз голодом в этот раз и такую хуйню не допущу иди сюда вот реально колотушку все возьми вот и все как я блядь маком проиграть а где еще один и что ну спрыгни спрыгни блядь попал имбецил ну чувак ладно все забираем я предположу что здесь будет какой-нибудь чертеж ведьмачий потому что они почему-то обычно всегда возле каких-то бандитских лагерей и так далее но нет я был не прав впрочем пофиг короче с fast travel возвращаемся за наградой и буду наверно заканчиваться же на этом я так понимаю а медом тебе жопу уже намазать мастер ведьма пещерах на побережье поселилась старая эхидна я ее убил с трудом да а значит брид говорила правду нильса похитила чудовище и убила его тело лежит в пещерах я должен за ним сходить ты скажешь брид что стало с ее женихом я поговорю с ней должен же я хоть что-то для нее сделать страшно глупо я себя чувствую что собственной сестре не поверил возьми его ты заработал мы пойдемте сбрит перетрем надеюсь она не захочет меня убить я должен с тобой поговорить оставь меня твой жених умер его похитила и убила эхидна я знаю что его не вернешь но я отомстил за его смерть и убил чудовище спасибо я знала что он был неверен а потому клянусь быть верной ему до конца своих дней возьми здесь немного но я хочу чтобы ты принял это золото спасибо спасибо в моем деле каждая монета пригодится все ребят в следующем выпуске мы будем разбираться уже с уродцем а этот пора заканчивать спасибо что досмотрели его до конца подписывайтесь на мой канал на пищу ютубе заветайте в теле дискорд где кучу клевых ребят с которыми можно пообщаться все ссылки в закрепленном комментарии под видео с вами был старпер всем счастливо